В нашем мире все равны. По крайней мере, очень хочется, чтобы так было. Чтобы мы не делились на своих и чужих, не вешали ярлыков и встречали бы человека не по одежде, а по его душе. Особенно это касается самых маленьких жителей нашей планеты. Детей с ограниченными возможностями нет, есть дети с особыми потребностями. Проект «Хрустальный мир» помогает им найти общий язык с другими сверстниками и открывает все грани мира. Об этом проекте подробнее узнаем сегодня. Это программа «Время говорить». Меня зовут Ольга Продан. У нас в гостях сегодня Денис Головкогин, директор агентства «Артель», Ирина Самусенко, начальника дела управления программ по поддержке населения Владивостока и Оксана Гоголева, замначальника управления программ по поддержке населения города. Здравствуйте. Здравствуйте. «Хрустальный мир» действует в рамках другого, более емкого городского, не проекта даже, а программы, большой программы «Доступная среда». Но какие все-таки задачи у проекта «Хрустальный мир»? Расскажите об этом поподробнее. Проект «Хрустальный мир» в первую очередь направлен на устранение барьеров в общении между обычными детьми и детьми-инвалидами. Посещая наши проекты, дети учатся общаться друг с другом. Они учатся понимать друг друга, они учатся помогать друг другу, они учатся, играют вместе. И в дальнейшем, вырастая, эти дети будут по жизни идти вместе, помогать друг другу. Мы очень на это надеемся. Позвольте, как представитель бизнеса, добавлю. Помимо адаптации детей с ограниченными возможностями к нашему современному миру и реальности, в рамках подготовки этого проекта мы еще прорабатываем адаптацию именно бизнес-сообщества к таким особым детям. Потому что на тех объектах, на тех площадках, где проходят мастер-классы и экскурсии, конечно же, они занимаются подготовкой в рамках доступной среды и пандусов, и специальной маркировкой, и покрытием. Но «Хрустальный мир» — это возможность для бизнес-сообщества понять и увидеть, как дети с особыми потребностями и возможностями будут находиться в их среде, в их пространстве. И очень приятно и радостно, что бизнес-сообщество благодатно откликнулось на этот проект и предоставило свои различные возможности. Да, я видела небольшую презентацию по проекту «Хрустальный мир», и действительно в этом году, а программа проходит уже не первый, а третий год, и что бизнес-сфера, скажем так, более активно стала принимать участие в этом проекте. С одной стороны, более активно, а с другой стороны, нельзя сказать, что нет неравнодушных людей или что наоборот существует очень много равнодушных. Люди готовы, они готовы помогать. Единственное, что не все знают. Не все знают о проекте «Хрустальный мир» и как участники, и как потенциальные площадки. И вот мы видим для себя, как агентство событий, такую функцию интегратора между государством и бизнес-сообществом, обозначить эту проблему. Поэтому даже возможно ее не решить, потому что ее не решишь одним годом, а как минимум обозначить, что она есть, что она существует, и что в отношении этой проблемы действительно делаются какие-то шаги. Очень бы хотелось еще потом услышать, какие бы рекомендации вы дали другим каким-то бизнес-сообществам, которые вдруг решат принять участие в этом проекте. Но пока хотелось бы вернуться еще к главному вопросу. Что же все-таки собой представляет этот замечательный проект «Хрустальный мир»? Это проект, в который включены мастер-классы, экскурсии. То есть детям помогают социализироваться как-то. Расскажите про это подробно. Ну, как уже было сказано, этот проект в этом году реализуется третий год подряд. Традиционно у нас проходят мастер-классы. В этом году это новые, абсолютно новые мастер-классы, новые направления. В частности, появилось новое направление «Актерское мастерство». Да, вот данное направление уже закончило свою реализацию. Оно оказалось очень востребованным. Положительно к нему отнестись как родители, так и, соответственно, дети. Дети получили массу эмоций положительных. Очень многие звонят после проведенных мастер-классов, говорят большое спасибо. Многие для себя определили, что для них эта сфера является нужной и важной. И планируют продолжать заниматься актерским мастерством. Такие детки. Кроме актерского мастерства, в этом году у нас направление «Умелые ручки», где дети могут заниматься и декупажем, и оригами, и росписью футбола. Это творческое направление. Это тоже такое разностороннее направление, где будут изготавливаться и имбирные пряники, и подготавливается для них упаковка. Это занимательные науки. Тоже новое направление появилось в этом году. Физика, геология, химия, робототехника откроются для детей с новых сторон. С новых ракурсов они могут посмотреть на эти. Потому что возраст детей у нас от 5 до 18 лет. Многие из детей уже в школе изучают эти предметы. Но это возможность посмотреть на науку с другой точки зрения. И новое направление кулинарии и столовые этики. Буквально вчера прошел первый мастер-класс по изготовлению десертов, который вызвал бурный восторг у детей. То есть самим попробовать испеть печенье, самим попробовать сделать крем и, соответственно, попить чай с этим печеньем, когда ты его приготовил сам, оно особенно вкусным является. На этой неделе и на следующей у нас продолжится кулинарное мастерство, где детки смогут сделать и креативную пиццу, и другие десерты. Смогут познакомиться с основами этикета, с основами поведения за столом, с основами изготовления продукции. И также в этом году появилось абсолютно новое направление, это экскурсии. Данное направление у нас введено по просьбам родителей. В прошлом году они говорили, что да, вот мы бы очень хотели посетить в Владивостоке много интересных мест. Опять-таки это направление интегративное, где у нас дети особенные и здоровые сверстники участвуют в мастер-классах, ой, в экскурсиях. Экскурсии планируются и в Приморский океанариум, и в музей автомотостарины, и в ботанический сад. Будет экскурсия в усадьбу Вавиловых, где дети смогут познакомиться также и с приготовлением какой-то продукции, и поспосетить этот сказочный, скажем так, городок. И также будет экскурсия у нас в ботанический сад. Очень интересно. Мне кажется, это как целый отдельный мир, да, вот этот хрустальный мир, в который, да, детей погружают, и они... Сколько длится сама программа, вот, одна, один цикл? Месяц? В течение двух месяцев. В течение двух месяцев, да, то есть два месяца дети, можно сказать, чувствуют себя маленькими взрослыми, да, пробуют какие-то свои другие профессии, да, другие сферы. Очень интересно. Этих ребят два месяца учили фотографировать, рисовать на ткани, расписывать дымковские игрушки, создавать рисунки на воде и с помощью цветного песка. Все это в рамках бесплатного познавательного проекта от администрации Владивостока «Хрустальный мир». Но, как известно, после плодотворной учебы можно и отдохнуть. Этим ребята пригласили заняться на большом красочном концерте. Здесь и аниматоры, и шоу мыльных пузырей, а также всевозможные игры и выступления детских коллективов. Моя младшая дочь принимала участие, очень понравилось, очень хорошо, очень все сложено, все прекрасно, детям нравится, взрослым тоже, всем в восторге, спасибо большое. Всего для детей провели около 30 мастер-классов. В них участвовали более 200 ребят, большинство из которых с ограниченными возможностями. Они приготовили огромное количество поделок, которые мы сегодня видим, сделали выставку. Они вместе общались, они вместе дружили, творили. Проект проходит второй год подряд, и организаторы не стремятся его останавливать. Ведь это отличная возможность научить детей чему-то новому. А главное, на ярком примере доказать, что для искренней дружбы не существует ни диагнозов, ни прочих ограничений. А кто составлял программу? Это были специалисты, может быть, психологи? Или кто вообще придумывал все эти мастер-классы, экскурсии? Ну, мы всегда отбираемся на мнение родителей, в общем-то, и каждый год мы спрашиваем, что хотели бы они видеть. И мы сами разрабатываем уже дальше маршрут, мастер-классы, смотрим, что может предложить город Владивосток. Что-то интересное возникает, о чем наши родители еще не знают. Мы стараемся предложить эти новшества им, и учесть их пожелания. Поэтому программа, мы стараемся всегда ее немного изменить и сделать более интересной. И надеюсь, что это будет от года к году становиться все лучше. Мы, со своей стороны, как операторы проекта, изначально, когда знакомились с водными данными, с техническими заданиями, со своей стороны предложили различные возможности и нюансы. Безусловно, лучше, чем Ирина Олеговна этот проект не знает никто, потому что сколько вы погружены в эту тему? Чуть ли не со студенчества, да? Ну, очень давно, да. Да, да, да. И мы советовались относительно всей программы. И в этом году с нашей стороны было предложение сделать проект побольше, подлиннее во времени и побольше с точки зрения охвата аудитории. И мы предложили по окончанию проекта сделать фотовыставку, которая пройдет в галерее Артетаж. Она стартует в конце сентября, в начале октября. Вот чуть попозже мы начнем анонсирование этого проекта. На протяжении всех экскурсий и мастер-классов фотографы будут снимать детей, будут снимать деятельность, будут снимать программу, которая проходила в рамках проекта. И лучшие фотографии будут выставлены в галерее Артетаж. Будет небольшая выставка. Чуть попозже у нас будут подробности. Сейчас мы еще дорабатываем детали. Это тоже позволит расширить количество людей, которые знают об этом проекте и для которых важна эта проблема. То есть дети и родители потом смогут себя увидеть по окончанию этого проекта, свои снимки в галерее. Очень интересно дальше узнать, что еще интересного есть в программе. Мы продолжим наш разговор буквально через пару минут. Мы идем на короткую рекламу, а после продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. А мы продолжаем наш разговор о проекте «Хрустальный мир», который помогает социализироваться детям с особыми потребностями. Хотелось бы узнать о том, как принять участие в этой программе. Детям, куда обращаться родителям, за какой период обращаться. Те, кто захочет своих детей, отправить в такой проект. Интересно. Да, запись на мастер-классы и на экскурсии продолжается. Можно позвонить по телефону 2614 089 и записаться на заинтересовавший вас мастер-класс, либо экскурсию. Хочу добавить, что на сегодняшний день уже на многие мастер-классы, экскурсии запись достаточно плотная. Порядка 80% мест уже занято. Но мы со своей стороны стараемся на те мастер-классы, экскурсии, где у нас не ограничено количество мест, не завязано на количество материала для творческого мастер-класса, увеличивать количество детей. То есть оптимальное количество детей в группе порядка 10, но мы допускаем, что на некоторых мастер-классах может быть 12 и 15. И, конечно же, есть такой нюанс, что в последний момент по какой-то причине дети могут не приехать. Поэтому если нас сейчас кто-то смотрит из тех, кто планирует посетить мероприятие проекта «Хрустальный мир», то, пожалуйста, приходите, если вы уже записались. И на некоторые, повторюсь, мероприятия мы записываем в большем количестве, чем у нас изначально регламентировано. Так что места есть, добро пожаловать. Родители уже ждут это мероприятие и звонят уже в начале лета и спрашивают, когда стартует «Хрустальный мир». Поэтому к началу старта уже большинство родителей готовы принять участие. И запись проходит очень быстро. В прошлом году я видела, что 250 детей приняли участие в проекте. В этом году также у нас 25 мастер-классов, в которых принимает участие не менее 10 детей, иногда даже больше. Потому что в этом году, благодаря оператору, его, скажем так, такому креативному мышлению и желанию поучаствовать в этом мероприятии, гораздо большее число участников у нас будет. Я предлагаю в следующем году 4 месяца делать проект с мастер-классом. Давайте прямо сейчас в эфире пообещаем, чтобы обратной дороги не было. Если есть потребность, то мы всегда готовы это мероприятие, скажем так, и расширять, и делать его более интересным. Мы работаем для людей. Ирина Олеговна, Вы как автор проекта и человек, которым этим очень-очень давно занимается, может быть, можете рассказать про главные, наверное, проблемы, смущения таких детей? Что им нужно больше всего? Чего они хотят? Может быть, хотят больше общения или хотят больше внимания? Я думаю, что общение им очень нужно. Это видно при проведении мастер-классов. Я на некоторые мастер-классы хожу, смотрю и вижу, как преображаются дети. Вот я вчера наблюдала ребёнка, которого привезли в коляске, и казалось, что ему ничего не интересно. Нет общения с детьми, суета вокруг него, которая происходит, тесто, которое можно лепить, ну и что, что вместе с мамой. Это вызывает живые эмоции на лице. Все дети так реагируют. И когда ты видишь вот эту вот реакцию, то, безусловно, хочется делать больше и интереснее. Ну и ещё большой вопрос. Этот проект важен не только для детей, но и для их родителей. Потому что это событие не только для ребёнка, но, в принципе, событие для семьи. Поскольку некоторые дети вызывают большое количество вопросов повседневных, которые нужно решать. И возможность переключиться, выключиться, попасть в другую обстановку, в красивое помещение, наполненное яркими эмоциями, насыщенной программой. Это очень важно, в том числе и для родителей. С одной стороны, с другой стороны, родители получают, вот мы обсуждали перед эфиром, получают возможность общения с другими родителями. У них есть общие темы, общие вопросы. И таким образом формируется сообщество. Такая небольшая среда, где можно быть, где можешь быть услышанным и даже поддержанным. Это тоже важная часть проекта. Если посмотреть, вот как серию мастер-классов, в частности, актёрское мастерство. То изначально дети пришли немного все такие зажатые, немножко особнячком держались. Постепенно, вот в ходе мастер-класса, они начинают тесно с друг другом общаться, раскрываются. Они начинают даже переписываться некоторые после этого. Кто-то, смотрю, делится своими телефончиками для того, чтобы потом созваниваться и продолжить это общение уже вне стен мастер-классов. Да, и не случайно, что группа формируется из детей с ограниченными возможностями и из детей без ограничений. Чтобы вот этот вот барьер, что ли, социальный, чтобы вот эта стена, она распадалась. Потому что некоторые дети, они не знают, что в мире существуют другие. И они не знают, как с этими другими разговаривать, общаться, реагировать, выстраивать диалог. И когда уже ребёнок вырастает, во взрослой жизни встречается с вот таким человеком, гораздо эффективнее будет общение для двух сторон, если есть какой-то опыт. И в том числе «Хрустальный мир» формирует возможность этого опыта для тех и для тех детей. Это такая возможность коммуникации. Вы правы, безусловно, потому что что говорить о детях, когда даже взрослые не знают, как себя, да? Бывает, да, есть... Вести, в отношении к тренируюду, да? Ты не знаешь, а нужно ему помочь, а предложить помощь или как-то неловко сразу становится. И если с детства детям, да, прививать какие-то уже эти качества, там даже навыки, может быть, общения в какой-то степени, во взрослой жизни, конечно, будет легче. А как, кстати, дети реагируют? Да, я только хотела сказать, что дети как раз не испытывают таких барьеров психологических, подойти, не подойти. Они все дети. Они, когда занимаются мастер-классом, то иногда трудно отличить, где ребенок инвалид, где не инвалид. Потому что одинаковое выражение лица – это смех, это радость, это общение. Поэтому детям это проще. И в дальнейшем тогда у них не будет, это мы испытываем барьеры, потому что мы в силу, скажем так, обстоятельств, наверное, не сталкивались, сейчас стали больше видеть инвалидов и общаться. Уже эти дети, они не будут испытывать барьеров. Они будут знать, что это за люди. Это такие же люди с такими же потребностями, у них такие же радости, печали. Только им нужно немножко создать больше условий. И я надеюсь, что эти дети наши, обычные дети, вырастая, и будут создавать те условия, которые так необходимы, вот сейчас, по крайней мере, уже создавать это нужно для инвалидов. Раньше вообще, насколько я знаю, по каким-то историям, даже по слухам о том, что чуть ли не прятали, стеснялись, что ребенок с ограниченными возможностями, например, ходить не может, находится в коляске, боялись там во двор его вывезти, потому что дети, говорят, бывают жестокими. Но я в это не особо верю, мне кажется, потому что они, скорее, не жестоки, они просто не знают, как себя вести. И такой проект очень помогает этому. А что говорят родители сами? Может быть, им стало легче уже? От родителей, вот как я уже говорила, поступают звонки благодарности, потому что дети общаются, дети взаимодействуют, родители тоже имеют возможность пообщаться. И вот практически после каждого мастер-класса поступают звонки. Большое спасибо за проект. И к нам поступают звонки от родителей, кто был в прошлые и позапрошлые года. И звонок изначально уже складывается очень добрым и позитивным, потому что с прошлых лет еще есть хорошие воспоминания, хороший опыт. И менеджер, кто принимает у нас звонки по «Хрустальному миру», Наталья, она не только записывает на мастер-классы, но и происходит диалог, общение, обозначение, что будет на мероприятиях, какие будут мероприятия, вопросы о том, какой ребенок, что ждут родители. И мы стараемся максимально плотно выстроить взаимоотношения с участниками проекта, не только с детьми и родителями, но также с хозяевами площадок. Потому что те мастера, кто работают с детьми, представители организаций, мы тоже у них берем обратную связь. И вот буквально вчера в гостинице «Экватор» прошел совершенно чудесный мастер-класс. И уже сегодня мы получаем от самих преподавателей, которые основы кулинарного мастерства преподавали, абсолютно чудесную обратную связь. И они рады. Для них это тоже было событие. И для них это тоже было такое приятное, насыщенное, интересное времяпрепровождение, что тоже радует. Только что в этом вопросе участвует еще городское сообщество, сообщество бизнеса. Это очень радует. Дети вообще всегда радуют. Общение с детьми в любом случае всегда приносит какие-то позитивные эмоции. Расскажите еще немножечко подробнее все-таки о программе. То есть ждут детей еще экскурсии, да? Экскурсии помимо там океанариума. Куда еще могут поехать дети? Садгород. Это у нас зоопарк. Будет экскурсия в садгороде. Будет экскурсия в ботанический сад. Родители также могут на нее записаться. Будет музей автомотостарины, который находится на садгороде. То есть мало того, что это живописный, приятный район, плюс очень интересная экспозиция. И планируется усадьба Вавилова. Большое спасибо всем организациям, кто откликнулись. К примеру, в Приморском океанариуме и так существует корпус волонтеров, направленный на экологическое просвещение. И очень радостно, что для этого корпуса волонтеров новый опыт именно социальных проектов. Не только работа с той аудиторией, на которой они привыкли, но и также с особыми детьми. И это очень здорово и приятно иметь такую поддержку. Ирина Олеговна, но ведь проект не закончится в этом году. Он ведь будет и дальше существовать. В этом году закончится только новый этап. На следующий год мы, я думаю, придумаем что-то интересное, изменим формат, постараемся еще больше заинтересовать. Может быть, сделаем длиннее во времени. То есть не два месяца больше продолжительность будет. Хотелось бы не терять связь с этими семьями в течение всего года. А как это сделать, мы будем думать. А вы поддерживаете же, да, связь, как я вот уже услышала? То есть родители там звонят? Да, родители знают наши телефоны. Вот уже, говорю, с начала лета они уже интересовались, потому что в прошлом году «Хрустальный мир» стартовал в июле, в этом году в августе. И уже в июле не говорили, а будет? Будет. То есть ждут с нетерпением? Ждут. Это важно, это им нужно. А что еще может быть в рамках этого проекта или вообще программы «Доступная среда»? Может быть, есть еще какие-то новые планы? Пока это планы. Я надеюсь, когда мы их реализуем, мы с вами встретимся и расскажем о них. Безусловно, существует множество форматов взаимодействия детей. Это и отдельные мероприятия, это и экскурсии, и мастер-классы, и большие фестивали, и отдельные какие-то выезды. И мы со своей стороны видим задачу предложить максимальный спектр таких инструментов. Инструментов социализации, инструментов адаптации. А насколько это будет актуально уже решать управлению в лице Ирины Олега? Но мы надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество, тем более, что большое количество людей есть, готовых поддержать проект. Я думаю, что будет, потому что программа продолжает свою реализацию, даже несмотря на кризис финансирования ее не уменьшается. Поэтому у нас есть основания строить планы и надеяться, что они будут воплощены в жизнь. Может быть, вам есть еще что-то, что пожелать родителям или людям, которые работают с детьми с особыми потребностями? Может быть, есть какие-то советы, рекомендации, пожелания, что угодно? Советы давать, конечно, трудно. У каждого свои проблемы, свои, скажем, какие-то задачи стоят. Вот. Но хочется сказать, хочется отметить, что эти люди все очень светлые, очень добрые, несмотря на те тяготы, которые постигают семью и трудности, которые связаны с воспитанием ребенка с ограниченными возможностями. Вот тоже можно посмотреть на этих родителей. Они добрые, светлые люди, очень контактные, очень добросердечные. Вот. Поэтому хотелось бы, чтобы они всегда оставались такими и надеялись всегда на лучшее. Безусловно, иметь в семье человека с ограниченными возможностями, тем более ребенка, это большой труд. Это ежедневный, ежемесячный, ежесекундный, ежеминутный труд, на который нужны силы. Безусловно, в этой связи хочется пожелать сил, потому что мы можем делать мероприятия, мы можем делать мастер-классы, делать доступную среду. Но все равно с ребенком останутся его родители, его близкие, его друзья. И они получат основное бремя на свои плечи. Безусловно. Но мы готовы помогать, мы готовы поддерживать. И, конечно же, желание не отчаиваться, желание сил, желание вдохновения. И желание, чтобы эти секунды были радостны и чтобы они были наполнены. Ну, я хочу пожелать кратко терпения, оптимизма и здоровья. Спасибо вам большое. На такой чудесной ноте, такой позитивной ноте, наша программа как раз подходит к концу. И хочется сказать вам спасибо большое, вам как представителям администрации города и вам как представителям бизнеса, общества, за то, что такой проект существует, реализуется. И главное, пусть родители не стесняются, звонят, приходят, пишут, потому что их готовы поддержать. Они должны знать об этом. Спасибо вам. Понятно, спасибо. Я напоминаю, это была программа «Время говорить». В студии работала Ольга Продан. Увидимся на восьмом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok